Приветствую вас. В первую очередь, для начала, давайте выделим ключевые моменты вашего текста, ключевые моменты вашей проблемы. Чтобы лучше ориентироваться. Первое, вы поссорились, то есть имела место быть ссора и ссора имела место быть в том числе и по вашей инициативе. А, я не говорю, что вы виноваты ссоры. Вот, инициатива, инициатива. По вашей инициативе была ссора. Вот, и соответственно, может, произошло то, что произошло. Произошло то, что произошло. Вот. Второе, она очень обиделась на меня. Пишите вы. То есть у девушки, у девушки, явно какое-то вот такое, да, негативное теперь отношение к вам. Из-за того, что вот, ну, вы пришли с ней поссорились. Дальше, не хочет со мной встречаться. Все, пишите вы. То есть, это тоже момент, не хочет встречаться. Скажите мне, что я должен сделать, чтобы ее вернуть. Здесь, скажите мне, да, перенос ответственности себя на нас, на психологов. Должен сделать, это додисвование, то есть, обязанность, ничьего словования. Ну и вернуть ее. Да, то есть вы хотите ее вернуть. Это вот такие моменты. Теперь, вкратце, вкратце, именно вкратце, без лишних слов, да, без, ну, без многих слов, быстренько, сейчас мы с вами пройдемся по этим всем пунктам. Вот, я надеюсь, что вы увидите в этом что-то для тебя. Интересно, я надеюсь, что вы сможете сделать для себя какие-то выводы даже, из того, что я вам расскажу. Надеюсь, это будет полет. Значит, первое. Я, вы пишите, вот тут, поссорился. Понимаете? Дело все в том, что ссоры не бывают очень случайными. То есть, если вы поссорились, значит, у этого, ну, как минимум, были какие-то причины. Как минимум, вы были, вероятно, чем-то не удовлетворены. Как минимум, вам что-то не нравилось. Как минимум, вы чего-то хотели. Вот. Ну, то есть, вам что-то было нужно. То есть, с вашей стороны, да, вот именно с вашей стороны, была необходимость в этой сфоре. Тем более, что вы, собственно, ну, так прямо и пишите, что я поссорился. Значит, соответственно, поскольку люди на поссором месте не оссорятся, то нужно увидеть причину, значит, из-за чего была ссора. То есть, нужно увидеть причину, почему была ссора, из-за чего она возникла, чего хотели вы, к примеру, в этой ссоре, допустим, что вам было нужно в этой ссоре, допустим, вот, какие у вас были ожидания и какая была. В целом, наверное, позиция вашей ссори. Да? То есть, это вот тоже такой очень важный момент. Потому что, ну, если ссора возникла, возникла, то, еще раз повторяю, она не возникла на пустом месте, она не возникла просто так. То есть, нужно понять, нужно понять, а из-за чего, нужно понять, из-за чего, из-за чего вы поссорились. С девушкой. С своей девочкой. Вот, у этого должны быть причины. Дальше. Следующий важный момент. Вы пишите, что она, девочка, имеется в виду, на меня обиделась. То есть, со стороны девушки, имела место быть обида, ее, видимо, задело то, что вы ей сказали. Ну, вот, ей это было неприятно, и она обидела. Соответственно, нужно понимать, что вы, конечно, были не правы, но обиды девушки, ну, не сказать, чтобы прям совсем еще полностью ваша ответственность. То есть, нужно сказать, что, можно сказать, что обида девушки, это ответственность, в том числе, и ее. Вот. Самое что. Ее задело, ей что-то было неприятно, и так далее. Хотя, это было словно не отменяет того факта, что и вы тоже, вероятно, не правы. Ну, в том, что ей говорили. Какие-то вещи неприятные для нее. Потому что, опять же, опять же, да, свои желания, к примеру, да, свои желания, вы были, ну, вы были и остаетесь, как бы, склонны подавлять. Что, как бы, не является плюсом для отношений изначально. Ну, вот. Дальше. Дальше. А вы пишите, что она не хочет с вами общаться. Теперь. Очень важно понять, что, что для вас это значит. То есть, что значит для вас тот факт, что она не хочет с вами больше общаться. Она ведь не хочет с вами общаться не просто так, не хочет с вами общаться, потому что вы ее обидели. Она не хочет с вами общаться, потому что ей неприятно. Да, не хочется с вами общаться, потому что вы причинили ей боль, и я полагаю, что со своей позиции, вот именно, именно со своей позиции она права, вот, именно со своей, повторюсь, именно со своей позиции девушка права. Что не хочет с вами общаться? Общаться. Вот. Но, что для вас значит, что она не хочет с вами общаться? Если вы её любите, то почему тогда вы с ней повсорились? Почему тогда вы сказали ей, вот, какие-то вещи, да? Ну, неприятные, к примеру. Какие-то вещи, которые её задели. То это уже, наверное, тоже какие-то причины есть. Правильно. Об этом вы ничего не пишете. А выяснить? Это нужно. Что для вас значит? Что для вас значит, тот факт, что девушка больше общаться с вами не хочет. Что вы, условно говоря, как вот чувствуете? Что вы чувствуете? Что потеряли? Ну вот. То есть, что вы, что вы что-то потеряли, это очевидно. В этом я даже не сомневаюсь в том, что вы, вот, чувствуете потеря. На что конкретно вы потеряли? Что конкретно вы потеряли? В чём вы чувствуете потеря? Ну, это вот вопрос, на мой взгляд, который нужно искать ответ. Возможно, 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 я повторюсь, да, возможно. Ссора возникла именно по той причине, в кавычках простой, что вам отчаянно от девушки было что-то нужно, что она вам давала, но вы в этом не стали нуждаться просто больше. В результате всего начали на неё давить. И она, соответственно, тем меньше и меньше хотела вам идти на встречу, тем меньше и меньше хотела вам давать то, что вам от неё нужно было. И в итоге это вылилось в то, что вы оказались неудовлетворены и по сорок. Ну, это я, опять же, так, исключительно, исключительно, как мне видится. Здравствуйте. Дальше. Дальше. Что я должен сделать, чтобы её вернуть? Для начала убрать проблему, которая возникла скоро. И для начала, вот, наверное, к сожалению для вас. Для начала перестать ориентироваться на других людей, то бишь на нас. Ориентироваться нужно вам больше всё-таки на себя в этой ситуации. Что вы считаете важным и нужным сделать? Что вам кажется можно сделать в этой ситуации? Вот это, пожалуй, действительно важно. Вы знаете свою девушку, вы знаете её характер, вы знаете, какая она. Всё это вы знаете. И коли уж, коли уж вы это знаете, то я не думаю, что нужно обращаться к нам. Я думаю, что нужно обращаться к себе, спросить у себя, что мне сделать, чтобы вернуть её. Вот. Понимаете, какая история. Дальше. Вернуть вы её хотите, чтобы что? Для чего вы её хотите вернуть? Да зачем вы её хотите вернуть? Зачем она вам нужна? Это вот тоже такой, на мой взгляд, очень важный момент, потому что если вы уверены, например, в том, что она будет с вами счастлива, то дайте ей это понять. Ну, покажите ей, что она будет с вами счастлива. Это никак не ссоры, это никак не конфликты, это никак не обилики какие-то, да, с её стороны. То есть, ну, понятно, конечно, что она в этом тоже участвует, это понятно, что она в этом участвует. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее. Дальше. А, значит. Займите комфортное для неё общение, чтобы ей, именно ей, только ей было комфортно с вами взаимодействовать, чтобы ей было удобно с вами взаимодействовать. Чтобы ей было комфортно. Просите прощения, да, скажите, что хотите быть её другом, хотите сохранить общение с ней, с ней. Просто, просто хотите сохранить с ней общение. Вот. Ага. Здесь. 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 Так можно вам ответить на ваш вопрос. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучше, я желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Удачи вам. Поехали. Продолжение следует...